Хотите переехать на юг к морю, но все еще выбираете страну? Нравится несколько направлений для релокации, и вы их сравниваете по всем-всем-всем параметрам, где дешевле, удобнее, приятнее жить? А давайте мы вам поможем сопоставить два самых ходовых и популярных места для жизни и инвестиций, в которые перебираются наши соотечественники – Турция и Эмират Дубай. Это второе видео из нашей большой серии «Турция против Дубая». В ней с помощью экспертов зарубежной недвижимости компании Tolerance Homes мы сравниваем эти два чудесных места. Смотрите все видеопроекта в нашем плейлисте, а еще смотрите по ссылке в описании самый подробный лонгрид. Турция, Дубай, часть вторая. Поехали! Вот человек собирается переехать к морю. Назовем его Леша. Леша не хочет в Аргентину или Мексику. Далеко родные в гости не доедут. В Испанию и Грецию без Шенгена не пустят, в Грузии прохладно, Таиланд не дает полных прав собственности на жилье, а Бали когда-нибудь утонет. В общем, Леша выбирает между Турцией и Эмиратами. Это самые ходовые направления релокации. Леша сравнивает по разным критериям. На первом месте удобство и стоимость жизни. А мы посвятили ценам целое видео. Оно в нашем плейлисте, не забудьте посмотреть. Леша думает про то, где ему дадут пожить спокойно, подольше, и где не будут требовать ежемесячных визаранов, как в Черногории, или регулярных визитов в полицию, как уже не помню где. Как добраться попроще, куда быстрее перевести свой скарб, где чиновники меньше напоминают крокодилов. В общем, про трудности переезда. Вот давайте вместе с Лешей сравним Турцию и Дубай по тому, как релоканты чувствуют себя в процессе переезда и обустройства на новом месте. Как оформляют документы. Насколько затратно перевозить вещи из дома. Насколько удобно устроен иммиграционный процесс в том и другом месте. Знаете, как это приятно? Чувствовать, что даже в другой стране, на новом месте, ты не очень далеко от дома. Что до него лететь недолго, что он в досягаемости. Что жена и сын скоро догонят. Что как только позволит ситуация, прилетит погостить мама. Какая страна ближе к родным местам? Турция. Всего-то Черное море переплыть. Всего-то 3-4 часа перелететь. До Эмиратов добираться немного дольше. По транспортной доступности, казалось бы, обе страны в топе чартов. В лидерах любого рейтинга. Что Турция, что Эмираты. Не страна, а хит. Дубай – крупнейший авиационный хаб. Здесь базируются знаменитые и классные авиакомпании. Через Дубай идут многие авиамаршруты, соединяющие Европу с Азией, Старый Свет с Новым Светом, Россию с остальным миром. Прямо как турецкий Стамбул, который вообще первым приходит в голову, когда возникает вопрос, если куда-то нельзя лететь напрямую, то через что можно лететь? В плане переплетения авиамаршрутов нет двух других стран Евразии, которые шли бы настолько ноздря в ноздрю и обгоняли всех остальных. Турция и Эмираты впереди планеты всей. Ого! Но Турция – страна большая. Это не только Стамбул и Анкара. Как добираться в другие ее города, поближе к новому дому? Второе популярное место притяжения после Стамбула – Анталия. Сюда также летает много регулярных рейсов из-за границы. А благодаря чартерному расписанию в Анталию можно долететь без пересадок не только из столиц, что может показаться даже неожиданным. Но это факт. Кроме того, на турецкой ривьере есть и другие международные аэропорты. Бодрум, Газипаша, Газиантеп, Даламан, Измир порой предлагают еще более удобные, хоть и неочевидные поначалу маршруты перелетов. Те, кто планирует переезд в Турцию на машине, оценят удобство и красоту маршрутов через Грузию и Румынию. Люди по дороге гостеприимные, туристический сервис налажен, языковой барьер преодолим. Это вполне доступный способ переехать и перевезти вещи в количестве больше одного чемодана. А теперь, внимание, вопрос. Можно ли таким же способом приехать в Дубай? Карта говорит, что можно. Прецеденты были. Надо только пересечь границы Азербайджана, Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, чтобы наконец добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Выполнимо, если машина надежная, и в ней на всякий случай есть запасные канистры для топлива и воды, плитка, чтобы готовить еду, и палатка, чтобы спать, если окажется, что по дороге не удастся найти ночлег, несмотря на тщательные приготовления. Наезженной эту дорогу для иностранцев не назовешь. Я 20 лет за рулем, но, честно, поискал бы маршрут побезопаснее. Так же будет и с доставкой грузов, если захотите перевезти их автотранспортом. Доставка контейнера в Дубай без учета таможенных платежей обойдется примерно в 3-5 тысяч долларов. До Анталии чуть ближе и цена чуть меньше – 2,5-4,5 тысячи. До Стамбула контейнер дойдет по суше за 2-4 тысячи долларов. Все зависит от массы, расстояния и логистической компании. Доступнее привезти вещи по морю. Это дольше, особенно в Эмираты, но дешевле. Тот же условный контейнер привезут морем в Дубай за 1,5-3,5 тысячи долларов, а в Анталию или Стамбул – примерно за одинаковые тысячу-2,5 тысячи долларов без учета растаможки. Турция в плане сообщения с остальным миром вообще уникальна. В самом сердце Евразии, на стыке двух континентов, имеет прямые дороги в Европу, СНГ и на Ближний Восток, омывается водами четырех морей. Более географически удачное место в качестве базы для путешественников и бизнесменов вы вряд ли найдете. Сколько морских круизов можно запланировать отсюда? Роскошные круизы организуют и из портов ОАЭ в Средиземноморье и страны Азии. Они получаются дольше и дороже, но организованы великолепно. Порты Эмиратов обслуживают множество грузовых морских линий и играют исключительную роль в международной торговле. Однако отсюда гораздо удобнее летать, чем плавать. Но вот вы уже в стране. Как же происходит иммиграционный процесс? Насколько он удобен в двух странах, которые мы сравниваем? И в Турции, и в Эмиратах вы без вопросов получаете на границе штамп в паспорте и достаточное время пребывания, чтобы заключить договор аренды или покупки жилья и приготовиться к визиту в миграционную службу для подачи на ВНЖ. Это не так сложно, как красочно расписывают помогаторы-мамогаторы. Все документы подготовить можно самостоятельно. Если решите все же делегировать, не переплачивайте. Услуга сбора документов, за которую авантюристы требуют по 300-500 долларов, в нормальных русскоязычных конторах Турции может стоить долларов 10-20, а в Дубае чуть подороже. А может быть, все нужные подсказки даст ваш риэлтор? Солидные компании помогают в этом своим клиентам. Турецкий портал госуслуг Едивлет сильно облегчает путь иностранца, начавшего иммиграционный процесс. В некоторых государственных органах также работают собственные онлайн-сервисы. Но чтобы добыть справки с печатью или оплатить пошлины, придется побегать. Бюрократические процессы здесь могут быть долгими и запутанными, особенно для тех, кто не знает турецкого языка. Понятия «режим одного окна» в Турции нет. В Дубае система обслуживания иностранцев в госорганах считается одной из самых развитых и эффективных в мире. Иммиграционный процесс довольно простой и быстрый, особенно для тех, кто собирается жить в стране по рабочей визе. Дубай – один из самых космополитичных мегаполисов планеты, поэтому для обслуживания граждан других стран здесь создали специальные отделы и центры, которые консультируют на разных языках. Также в Дубае есть современный портал электронного правительства и онлайн-сервисы, которые ускоряют и упрощают процесс получения госуслуг. А еще существует программа «Счастливый номер». По ней к иностранцу прикрепляют личного менеджера по обслуживанию, который помогает решать вопросы с госорганами. Очень удобно. Вы также столкнетесь со всякими бытовыми вопросами. Как получить местную симку, подключить интернет, обустроить дом, отремонтировать что-то, где обзавестись бытовой техникой, хостоварами. Местный телефонный номер крайне желателен. Симка покупается по загранпаспорту, и потом этот телефонный номер привязывается к ВНЖ и к другим важным регистрационным документам, например, в коммунальных компаниях. Мобильный интернет выйдет дороже, чем мы привыкли в своей стране. При этом цены на него в Дубае процентов на 20-30 выше, чем в Турции. Такая же разница и в отношении домашнего интернета, телевидения и голосовой телефонной связи. Интересный момент про интернет. В Дубае нельзя полноценно пользоваться мессенджерами. Звонки по WhatsApp, Telegram, Viber, Skype запрещены, так как государство не может их контролировать и потому, наверное, считает вредными. В мессенджерах можно только переписываться. Это факт. Делая ремонт или более простые бытовые работы, репатрианты в Турции предпочитают пользоваться помощью соотечественников. Нанимать местных специалистов себе дороже. Чаще всего стены покрасят пятнами, полки повесят криво, чистка кондиционера в их понимании – это поливание водой из шланга. В общем, сразу ищите контакты нормальных мастеров через местное комьюнити. В Дубае мастеров для домашних работ из числа коренных жителей вы вряд ли найдете. В отдельном видео в нашем плейлисте мы рассказываем о менталитете туземцев и, в частности, о том, почему арабы не любят работать. Там есть и другие интересные моменты о том, в какой атмосфере оказывается иностранец, когда попадает в эти потрясающие, экзотичные и немного непонятные страны. Посмотрите. В основном ручным трудом в Дубае занимаются иммигранты. Если готовы коммуницировать с ними на английском, можно обращаться. Но наши люди также больше как-то доверяют профессионалам-соотечественникам. Когда захотите прикупить домой кофеварку, телевизор или холодильник, в выборе проблемы не будет. И в Турции, и в Дубае есть множество магазинов бытовой техники и электроники, где можно найти и местные, и зарубежные бренды. Но цены в Дубае выше, чем в Турции. В среднем на 10-20% из-за высоких расходов на транспортировку и хранение товаров, а также на содержание магазинов. В Турции, как правило, бытовая техника дешевле из-за более низкой стоимости жизни и высокой конкуренции. Кроме того, многие турецкие бренды предлагают лучшие условия, чтобы оставаться лидерами на рынке. Вот так, сравнивая Турцию и Дубай, Леша движется к своему выбору. Напомню, это уже второе видео нашей серии «Турция против Дубая». Все серии мы сводим для удобства в плейлист и даем ссылку в описании. А если хотите сравнить цены на еду в магазинах и ресторанах Дубая и Турции и стоимость развлечений там, мы и такой обзор для вас сделали. Посмотрите в специальном видео, тоже в нашем плейлисте, и не забудьте его прокомментировать. А еще в этом видео мы с экспертами известной компании «Толеранс» рассказываем, с какими расходами сталкиваются покупатели недвижимости в Турции и Дубае, где выше расходы при покупке и во время владения объектом. Это прямо must-see для всех, кто задумался о переезде в новую квартиру у Теплого моря. Не пропустите, ссылка на видео в описании, а само оно повторю в нашем плейлисте. А еще самое полное сравнение Турции и Дубая вы найдете в огромном лонгриде, специально и кропотливо написанном при поддержке экспертов лидирующего агентства зарубежной недвижимости «Толеранс Холмс» для проекта «Турция против Дубая». Вы найдете лонгрид в разделе «Статьи» на сайте. Контакты агентства на вашем экране. А сейчас лайкните, тренкните в колокольчик и прокомментируйте второе видео из серии «Турция против Дубая». И убедитесь, что не забыли подписаться на канал, чтобы быть в курсе самой точной, полной и своевременной информации от агентства «Толеранс». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин